В эфире информационная программа события в студии Виктор Березовский. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Подсчет голосов. В Одессе продолжается обработка бюллетеней. Скандальный округ. В Одесской области скандал всеукраинского масштаба. Тепло задерживается. Батареи в одесских квартирах могут оставаться холодными еще несколько дней. ЦИК обработала почти 66% протоколов по партийным спискам на выборах Верховную Раду Украины. Таковы данные по состоянию на 18 часов. Согласно предварительной информации, в парламент проходит 6 партий. На данный момент лидерство удерживает партия Народный фронт. На втором месте оказался блок Петра Порошенко. Третий занимает партия Самопомич. В Верховную Раду также проходит оппозиционный блок, четвертое место, радикальная партия, которая заняла пятое место и Батькивщина. В городе продолжается обработка бюллетеней. Центральная избирательная комиссия в онлайн-режиме публикует промежуточные итоги волеизъявления украинцев. По Одессе голоса на данный момент распределились следующим образом. В Киевском районе города 133-й округ лидирует Эдуард Матвичук. Второе место занимает Дмитрий Спивак. И на третьей позиции Александр Остапенко. В 134-м округе Малиновском районе избиратели отдали предпочтение Геннадию Чиките. За ним идет Александр Шеремет и замыкает тройку лидеров Александр Орлов. В Приморском районе 135-й избирательный округ Одесситы большинством проголосовали за Сергея Кивалова. На второй ступени Владимир Рондин и на третьем месте Виктор Наумчак. В 136-м округе Суворовский район первую позицию занимает Дмитрий Голубов. Затем следует Александр Сомов и третье место у Сергея Страшного. В Одесской области скандал всеукраинского масштаба. С подсчета бюллетеней почти в полном составе сбежал весь руководящий состав окружкома. Где сейчас находится глава комиссии, его заместитель и секретарь, а также шестеро ее членов неизвестно. Их ищет милиция. Подробности в сюжете далее. 140-й округ, Аведиопольский район, часть Беляевского и города Ильичевский Теплодар претендует на звание самого проблематичного в стране. После появившейся в СМИ информации о побеге руководящего состава комиссии, мы позвонили в Беляевку. ЦИК призывает дозваниваться 140-й окружком по двум номерам. Звонок на первый остался без ответа. Со вторым вообще мистика. Это окружком. Какой номер выбираем? 2, 10. 25. Это на домашний номер. Когда был вновь набран первый номер 140-го окружкома, на другом конце провода подняли и повесили трубку. Однако настойчивость звонивших заставила кого-то подойти к телефону. Окружная комиссия. Ну, я не знаю. Я тех персонал не готов ответить на ваш вопрос. А есть члены комиссии на месте? Да. Они там в зале, я туда доступа не имею. Всем составом в зале или частично? Нет понятия. Я говорю, я не могу туда зайти, подсчитать. Что-то пошло не так. Это стало ясно к полудню сегодняшнего дня, когда 140-й окружком обработал всего 7% доставленных бюллетеней. Председатель комиссии. И они взяли, сбежали. Все бюллетени сбежали. Секретарь сбежал. Сбежали все. Нету форма, чтобы могли понимать. Просто крыши сбежали. Потому что наш простой парень, простой парень, гуляет. Победил жвание. Вот иди. А им это не подходит. Они не хотят принимать, хотят, чтобы это признали недействительными. Напряжение вокруг 140-го округа начало нарастать за несколько дней до выборов. Возле здания кружкома стали собираться неизвестные люди. В день голосования туда привезли покрышки. В комитете избирателей Украины говорят, руководству комиссии угрожали. Он заявил, что он не может это дальше терпеть. Стал и вышел. И покинул, соответственно, комиссию. Через некоторое время подобное заявление сделал заместитель главы избирательной комиссии. Он тоже уехал. В итоге глава окружной избирательной комиссии посмотрел на все это. Заявил, что я сейчас пойду, позвоню в ЦВК. И присутствующие только через окно уже видели, как он сел в машину и скрылся в неизвестном направлении. Продолжить обрабатывать бюллетени оставшиеся 8 из 18 членов комиссии не имеют права. Нет кворума. Но сколько же могут ждать те, кто принес мешки с ними? Люди готовы взбунтоваться. Никто ничего не делает. Документацию не принимают. ЦВК бросила эту комиссию. Куратор их в ЦВК, к которому они отбращаются, не берет трубку. Они просят ЦВК уполномочить их в оставшемся составе в количестве 8 человек. Принимать дальше документацию. Но ЦВК никак не реагирует на их просьбы. Если ЦИК не удовлетворит просьбу окружной комиссии продолжать подсчет в оставшемся составе, она обязана взять эту функцию на себя. Тогда документы придется ввести в Киев. Там на ситуацию отреагировали еще днем. Не откладно будет проведена проверка, если информация подтвердится с каждым из членов ООН, керевного склада этой комиссии, главой, заступником, секретарем. Телефоном будет проведена разговор. Если информация будет подтвердена, сегодня же соответствующие решения Центральной комиссии будут приняты, для того, чтобы належным чином организовать работу этой окружной выборочей комиссии. Я очень опасаюсь, что дело может выведено быть к тому, к тем фактам, которые мы имели в 2012 году, когда ЦИВК сделала вид, что оно не может установить результаты по этому округу. И именно сейчас там может быть тем или иным способом откорректирован результат волеизъявления граждан. По состоянию на 5 вечера цифры на сайте ЦИК по 140 округу не изменились. Все те же 7,2%. В ЦИК заявляют, готовы сменить руководство окружкомов, которые саботируют процесс подсчета голосов. Пока комиссии считали голоса, общественники фиксировали нарушения. Таких кричащих случаев, как в Беляевке и в других окружкомах, пока не наблюдается. Однако проблем все равно хватает. Некоторые участковые комиссии нашли новые оригинальные способы подсчета голосов, а некоторые нападают на официальных наблюдателей. В целом участковые комиссии в Одесской области отработали удовлетворительно. Итоговое заседание повсеместно началось вовремя, и на данный момент подсчет голосов практически везде завершен. Количество участковых комиссий, отправленных на уточнение результатов, невелико, как и тех, кого оставляют на повторный подсчет. Но некоторые участковые комиссии все же отличились с негативной стороны. Наибольшее количество зафиксировано в 134-м избирательном округе. Наиболее яркий случай был с 134-й избирательной комиссией в 134-м округе, где протокол о подсчете заполнялся членом комиссии и секретарем участковой комиссии, а не только секретарем. Но более вопиющими были факты, что на этом участке члены участковой избирательной комиссии при подсчете разделились на группы. Каждая группа сама себе что-то считала. Как всегда, не обошлось без противодействия журналистам и официальным наблюдателям со стороны членов комиссии. Если на некоторых участках наблюдателям выделяли лишь определенную зону для своей деятельности, то члены одной из участковых комиссий в 134-м округе занялись рукоприкладством. Наш наблюдатель зафиксировал, как члены участковой комиссии приезжают и вскрывают пакет из документации непосредственно в окружной избирательной комиссии. Члены участковой комиссии пытались на нее нападать, выбивать из рук телефон, чтобы она не фиксировала. Сотрудник милиции, который находился просто рядом в двух шагах, делал вид, что ничего не происходит и его это абсолютно не касается. В 142-м округе в городе Арцизи официальным наблюдателям отказались выдавать протоколы. Члены комиссии мотивировали свое решение тем, что, по их мнению, указанные документы могут получить лишь наблюдатели НМО и ОБСЕ. На некоторых участках во время подсчета у некоторых журналистов и наблюдателей были проблемы с тем, чтобы попасть, либо покинуть участок во время подсчета голосов. Комитет избирателей продолжает мониторить ситуацию. На 162 миллиона пополнился бюджет за счет уплаты акцизного налога в Одесской области. Эти данные приведены за 9 месяцев. При этом сумма сбора практически на 41 миллион превышает прошлогодние показатели. Поступление акцизного налога только с произведенных в Украине товаров составило почти половину общей суммы – более 79 миллионов гривен. Наибольший вклад внесли виноделы – 48,5 миллионов гривен. Производители ликероводочной продукции пополнили государственную копилку почти на 30 миллионов. Самые скромные поступления – 600 тысяч гривен – пришлись на пивную отрасль. Что касаемо ввезенных в страну товаров, то акцизный сбор с алкоголя составил чуть менее 4,5 миллионов гривен. Основную сумму принес в казну налог с табачных изделий – почти 78,5 миллионов. Тепло задерживается. Чиновники просят потерпеть. Батареи в одесских квартирах могут оставаться холодными еще несколько дней. Отопительный сезон официально стартовал 20 октября. В часть квартир тепло уже поступило. Без отопления продолжает находиться центральная часть города, а также ряд домов в спальных районах. Не пришел. А все потому, что в целях экономии отопительный сезон вначале перенесли на 1 ноября. А потом погода внесла свои коррективы. Однако оперативно наверстать упущенное не удалось. За такой короткий период времени невозможно включить одновременно все жилые дома, все объекты социальной инфраструктуры, потому что есть технология, поэтому поэтапное включение. То, что касается центра города, я уже сказал, в ближайшие дни отопление будет в центральной части города. Поговорить о тепле чиновники решили в холодном зале горсовета. Пока журналисты мерзнут, делятся отчетом об отопительном сезоне. На данный момент работают на предприятии специалисты Одесса Газ. Снимается глушка, проводятся подготовительные работы для пуска газа. Сегодня газ на станцию поступит. Небольшая задержка в пуске станции из-за того, что ведутся работы по обмену воды в сетях. Подключили практически 60% систем центрального отопления. Фактически на сегодня мы говорим о полном включении поселка Котовского, Таирово, Черемушки. Если есть где-то звонки, то в основном это где-то завоздушенные системы, какие-то небольшие повреждения внутридомовых сетей. Починить поломки от таких домов в каждом районе оказалось несколько десятков, пообещали в течение нескольких дней. Это же время понадобится, чтобы дать отопление в центральную часть города. Пожар на территории сразу двух баз отдыха в Затоке. Деревянные строения горели в воскресенье. Огонь распространился на территорию около 400 квадратных метров. Усугубил и без того непростую ситуацию сильный ветер, который стремительно разнес пламя на соседние строения. Усложнялось тушение пожара тем, что сильный ветер с моря, быстрая угроза распространения огня по деревянным конструкциям домиков, было определено правильное решающее направление и не дано распространение огня рядом расположенные строения. В ликвидации огня приняли участие 6 нарядов спасателей МЧС. Справившись с одним пожаром, спасатели получили сообщение о возгорании деревянных домов уже на соседней базе отдыха. Всего пламя уничтожило 7 летних строений. Жертв и пострадавших нет. Спасти Красулю. В Раздельнянском районе сотрудники МЧС провели спецоперацию по вызволению коровы по имени Красуля. Животное изобрело на соседний участок, где провалилось в двухметровую выгребную яму. Чтобы вернуть корову на поверхность, спасателям пришлось выкопать ров, по которому Красуля и смогла выбраться из плена. Спасательная операция продлилась 30 минут. Это была информационная программа событий. Оставайтесь с Академией. Наши корреспонденты будут и дальше информировать вас о самых актуальных новостях. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok